Итак, Фрейд, ну я думаю о Фрейде вы знаете немало, но я хочу просто отметить, что в связи с нашей темой инстинктивизм, вообще проблема тема фрейдизм в социологии, она совсем не сводится к теме инстинкта, к теме роли инстинкта в социальной жизни. Почему? Потому что Фрейд оказал влияние на социологию прежде всего не своей теорией инстинкта, а своей теорией защитных механизмов психики, а именно рационализации, вытеснения, проекции, замещения, вытеснения и так далее. Но эта тема, которая получила развитие в социальном психоанализе, в работах Руд Бенедикт, Абрама Кординера и многих других, это отдельная тема. Но если, поэтому я сейчас упомянул просто, что Фрейд может рассматриваться тоже как социолог в этом смысле, инстинктивист. Но повторяю, в этом аспекте его влияние на социологию было в общем-то незначительным, гораздо меньшим, чем его теория очень важная, и я считаю, это его выдающееся достижение, это его анализ защитных механизмов, сублимация и так далее. Ну вы знаете, что согласно Фрейду, основная детермината человеческого поведения либидо, половое влечение, и он, Фрейд, начал с изучения неврозов и практики психопатологической, психотерапевтической. Ну а затем, начиная с работы «Тотемы табу» работы 1913 года, он распространяет свою теорию и наущество, и культуру. После Первой мировой войны Фрейд утверждал существование и борьбу двух начал человеческой психики, который рассматривал как свой род инстинкт, а именно эрос и тонатос, то есть эрос как воплощение инстинкта жизни, и тонатос как бессознательное влечение к смерти. Но, повторяю, в этом аспекте его влияние на социологию было все же незначительным в сравнении с его вот этой теорией защитных механизмов. Если говорить об инстинктивизме в целом, об его оценке, то нужно отметить, что положительное влияние этого, этой разновидности психобиологизма, так сказать, состояло в том, что оно обратило внимание исследователей на неосознаваемые элементы человеческой психики, на иррациональные элементы социального поведения. Но сама теоретическая основа инстинктивизма была довольно убогой такой. И содержание, и число базовых инстинктов варьировало. Макдугал сначала выделял 11, потом 14 инстинктов, потом 18 основных инстинктов, потом он переименовал, как я уже сказал, под влиянием критики, переименовал их в склонности. Известный американский психолог и философ Уильям Джеймс выделял 38 инстинктов основных. Фрейд 2, как мы сейчас слышали. И вот здесь были в 24 году один исследователь насчитал в литературе всего около 16 тысяч инстинктов, которые затем укрупнялись в более широкие категории. Само понятие инстинкт довольно неопределенно даже в биологии, в этологии, в науке, в поведении животных. Сюда входят и установки, и привычки, и потребности, и аффекты, и так далее. Поэтому, естественно, что с развитием социологии и психологии влияние инстинктивистской теории, которое, повторяю, в течение непродолжительного времени было весьма значительным, оно довольно быстро сходит на нет. Исключение составляет фрейдизм, но фрейдизм, повторяю, как раз не собственными инстинктивистскими сторонами, своими повлиял на социологию, а другими. Ну и если так говорить, конечно, эта методологическая база инстинктивизма была весьма такой туманной. Ничего не стоило под любое явление найти соответствующий инстинкт, и это объяснение ничего не говорило ни уму, ни сердцу, так сказать. Потому что оно объясняло всё и не объясняло ничего. Можно было всё объяснить инстинктами, повторяю, под любое явление подобрать инстинкт, но объясняющая сила инстинктивистских теорий была незначительна. Теперь я остановлюсь на направлении, которое получило название «Психология народов». Вот предыдущие теории, они в основном подчёркивали всё же роль индивидуально-психических факторов, так или иначе, но в это же время, во второй половине 19 века, возникает тенденция, выдвигающая на первый план факторы общественной психики, общественного сознания, причём воплощённого в определённых культурных творениях, в социокультурных объективациях. Истоки этого можно найти и в немецкой классической философии, у немецких романтиков, в частности у Гегеля идея объективного духа, у немецких романтиков, а также у Фихта и у некоторых других, можно найти идею народного духа. В исторической школе права, в работах Карла Савиньи, Фридриха, Георга Фридриха Пухты, можно найти тоже идею народного духа, как основу законодательства. Впоследствии славянофилы заимствовали понятие народного духа из немецкого романтизма и активно разрабатывали это понятие. В общем, эти теории исходили, собственно, из того, что... Они исходили не столько из каких-то психологических теорий, сколько из изучения истории языка, литературы, фольклора. Они подчеркивали роль устойчивых элементов и структур развития культуры. И братья Гримм тоже изучали народные легенды, фольклор, для того, чтобы выявить этот самый народный дух. Но у романтиков народный дух... В общем, значительно у романтиков и в немецкой классической философии... Это понятие... Кстати, и у Монте-Скея оно встречается тоже еще до романтиков. То есть оно на почву немецкую легло, и немцы очень полюбили понятие дух вообще, и народный дух в частности. Но до того мы встречаем его у Монте-Скея еще. Ну а впоследствии, вы знаете, понятие дух капитализма там... То есть немцы понятие дух очень любят вообще, и до сих пор, кстати. Так вот, у них это понятие народный дух носило такой идеалистический, спиритуалистский характер. Но постепенно в некоторых теориях его хотят натурализовать, так сказать, и придать ему некое такое научно-натуралистическое содержание, исследовать этот дух как нечто материальное, так сказать. Так произошло вот с немецкими учеными Морицем Лацарусом и Хейманом Штентелем. Лацарус и Штентель стали издавать журнал, который назывался «Психология народов». И по названию этого журнала, собственно, это направление и получило название «Психология народов». Согласно Штентелю, народный дух – это психическое сходство индивидов, принадлежащих к определенной нации, и в то же время самосознание этих индивидов. При этом нацию они понимали не как людей определенного происхождения, а как принадлежащих к одной нации, в том смысле, в каком это понимают во всех странах, по-моему, кроме России. У нас нация понимается как то, что человек, его определяют по национальности родителей, а вот в большинстве стран нацию понимает так, как у нас понимает часто народ. Когда, допустим, вы встретите чернокожего француза, и он говорит «я француз», то никому не придет в голову спросить «какой вы нации?» Он скажет «я француз, это совершенно понятно». А наш человек скажет «как же, он же темнокожий, разве может темнокожий быть французом?» Для француза такого вопроса нет. Он француз, потому что он принадлежит по своей культуре, по своему гражданству и так далее. У нас же под нацией понимается некая биологическая наследственность, и у нас пока это следствие, конечно, ненормальности нашего развития. У нас нет представления о том, что нация может быть предметом выбора, и что, допустим, человек, у которого один родитель японец, а у другого, допустим, тайтянин, может быть русским. Это кажется немыслимым, хотя это совершенно нормально во всем мире. Да, он вырос в России, у него отец японец, а, значит, мама новозеландка, допустим, а он русский, это совершенно нормально. А у нас, я повторяю, национальная принадлежность понимается как, не понимается как предмет выбора. Это очень важно, и из-за этого многие такие стереотипы и проблемы, с которыми сталкивается сегодня наше общество, отсюда и проблемы идентичности национальной, этнической, непонимания мультикультурализма и мультиэтничности, которые могут, может вполне сочетаться с очень четкой национальной идентичностью. Это пока трудно усваивается, даже нашей политической элитой, не говоря уж о рядовом гражданине. Здесь мы еще пока находимся в детском таком состоянии, но надеюсь, что мы все-таки повзрослеем через некоторое время. Детском, но не безобидном, потому что это чревато, такая детскость, она чревата серьезными конфликтами в стране и может вызывать всякого рода проблемы в будущем, если активно не заниматься исследованиями, пропагандой нормального представления об этих процессах. Но это в скобках. Итак, благодаря единству происхождения, не обязательно генетического, а социокультурного, и среды обитания, все индивиды одного народа формируют общие черты в характере индивидов. По Штентелю и Лацарусу содержание народного духа можно познать изучением языка, мифов, морали, культуры. И все это изучается двумя дисциплинами, которые они назвали одну, они назвали историческая психология народов, а вторая называется психологической этнологией. Вот эти две дисциплины должны были изучать эту самую народную психологию народов. Идеи Лацаруса и Штентеля историческая психология народов и психологическая этнология. Идеи эти были выдвинуты Лацарусом и Штентелем, но как это часто бывало, не они их осуществили, реализовали эти теоретические лозунги, так сказать. Эти идеи попытался реализовать тот же Вильгельм Вунд, о котором я уже говорил. Вунд подчеркивал, что высшие психические функции, особенно мышление, обусловлены не только физиологическими процессами, но и историческим развитием народов. Индивидуальное сознание не сводится к физиологическому основанию, а народное так называемое сознание это синтез индивидуальных сознаний, в результате которого возникает новая реальность, воплощенная в продуктах коллективной деятельности, а именно в языке, в мифах, морали, и именно через изучение культурных продуктов можно познать эту самую психологию народов, но никоим образом не изучая генетическое происхождение этих народов, кто бы ни были те люди, которые создавали эти продукты, это и есть вклад в психологию определенного народа. Кстати, этот способ обоснования специфики коллективной психики по отношению к индивидуальной впоследствии воспринял Дюргейм, а именно представление о том, что комбинация, вступая между собой в комбинации, в ассоциации определенного рода, индивидуальное сознание образует новую реальность, и этот синтез, который образовался в результате этих ассоциаций, порождает совсем новую реальность, которой не было бы, если бы эти индивидуальные сознания не вступали в контакт между собой. И вот последние 20 лет жизни фонд посвятил исследованиям в области психологии народов и издал 10 томов под общим названием психология народов. В этих томах собран огромный этнографический исторический материал, который, может быть, не всегда сочетается с его психологическими выводами, но там содержится огромный интереснейший материал, и это одна из первых попыток осмыслить и конкретно изучить взаимодействие культуры и индивидуального сознания. Кстати, в русском переводе есть небольшая книжка Вунта, которая называется «Проблемы психологии народов». Но вот эти 10 томов они не переведены. Положительное значение имело то, что Вунт попытался объединить психологические, этнографические, лингвистические, историко-филологические, антропологические исследования в таком вот едином синтезе. Вот эта психология народов получила продолжение в таких дисциплинах, как этнопсихология, социолингвистика, психолингвистика, социопсихолингвистика, культурная антропология, в частности, я имею ввиду работы Руд Бенедикт, исследования национального характера японцев в работе классической хризантемы «Меч», в работах Абрама Кординера и многих других. А также во французской школе исторической психологии в трудах Эмиля Мейерсона, Иньяса Мейерсона, Жан-Поля Вернана. Кстати, книга Вернана есть в русском переводе, она называется что-то вроде «Мышление древних греков», что-то в этом роде. Он еще живой, до сих пор я видел Вернана позапрошлым году в коллеже Франц, в Париже выступал с воспоминаниями, уже он весьма древний, но еще живой. Вот эти исследования, они, повторяю, имели большое значение не только для социологии, но и для смежных социологий дисциплин, для всякого рода междисциплинарных исследований. Теперь я перехожу к следующему, к следующей разновидности психологизма в социологии, к массовой психологии. Прежде всего я хочу отметить, что причины обращения к проблематике масс и массовой психологии достаточно очевидны. Это и Великая Французская революция, и революции в Европе 30-го и 48-го годов, это и Парижская коммуна. Короче, массы выходят на широкую историческую арену. Происходит то, что испанский философ Хосе Артега и Гассет назвал восстание масс. Конечно, массы были и раньше, всегда были массы, но раньше они существовали только как объект истории и творили историю примерно в том же смысле, и в каком пахотные, какие-нибудь вьючные животные тоже ее творят, или быки, на которых пашут, они тоже вносят вклад в историю, но они не выступали как субъекты социально-исторического действия массы. А вот в новое время массы выступают, повторяю, все больше как субъекты социально-исторического действия. И этот факт констатируют очень многие. Одни со знаком плюс, другие со знаком минус. Допустим, Маркс констатирует это и Спенсер, и Конд, и Таквиль, Габино, и так далее. До того традиционалисты де Местр и де Бональ тоже констатируют этот факт, хотя они по-разному относятся к этому. Маркс, допустим, положительно, а Габино с ужасом, и с тревогой, и с беспокойством. Во многих теориях масса трактуется как иррациональная и разрушительная сила, как толпа. И вот эта идея о биррациональности масс, она разрабатывается в философии в работах Ипполита Тена, в трудах Ницше. В конце 19 века широкую популярность приобретают труды итальянской криминологической школы, а именно труды Сегеле, Энрико Ферри, Энрико Гарафала, Чезаро Ламброзо и так далее. С точки зрения итальянской криминологической школы, человек по природе жесток и преступен, и в толпе происходит ослабление рационального самоконтроля, повышается внушаемость и восприимчивость козлу. И вот в толпе. Что вы говорите? В каком козлу? Игра слов. Тогда уж нужно к козлу, только козлу. И вот труды итальянской криминологической школы оказали в частности влияние на известного французского социолога и психолога, философа, публициста, врача по образованию Гюстава Лебона. Гюстав Лебон был очень популярным и страшно плодовитым автором. А учитывая, что он прожил 90 лет, он успел написать очень много. Многие его работы есть в русском переводе и по философии, и по психологии, и по социальной психологии. Среди них я выделю «Психология ТОП», которая вышла в 1895 году, а в 1896 вышла в русском переводе под названием «Психология народов и масс». Работа «Психологические законы эволюции народов» тоже есть в русском переводе, «Психология социализма» и так далее. Кстати, в последние годы они были переизданы, эти старые переводы в Питере, они вышли, воспроизвели их. С точки зрения Лебона европейское общество вступает в эру толпы. И вот эта эра отличается тем, что в результате этого торжества толпы разумное критическое начало, которое воплощено в личности, подавляется массовым сознанием. Согласно Лебону, в общем-то, любая масса может быть уподоблена толпе. И иногда он склонен включать в толпу любую группу людей, собравшихся в одном месте. А иногда он под толпой понимает не только то, что понимается под толпой обычно, а любые групповые образования носят такой толпообразный, так сказать, характер, если можно так выразиться, по-любому. Толпа или любая масса – это группа людей, собравшиеся в одном месте, охваченная общими чувствами, управляемая вожаком, или, как мы сегодня сказали бы, лидером. Толпа готова следовать за ним куда угодно. Никакие рациональные доводы не способны убедить разбушевавшуюся массу. Чем дольше человек находится в толпе, тем слабее у него чувство ответственности, тем слабее у него ощущение реальности, и тем сильнее у него подверженность влиянию лидера. В толпе растет чувство анонимности, индивид как бы растворяется в толпе. Среди лидеров вожихов часто встречаются люди с психическими отклонениями. На это указывали, кстати, и Ламброзо, и представители итальянской криминологической школы. Поэтому, конечно, Легон, который считается одним из первых теоретиков массового общества, отрицательно относился ко всяким революционным движениям, отрицательно относился к идее социализма. И он был одним из решительных критиков социализма. Он предсказывал, кстати, что идея социализма победит, и указывал, что она победит в Италии. Но потом, когда все поймут, что это такое, это будет ужасно. Но его прогноз не подтвердился в каком-то смысле, то есть в каком-то подтвердился, в каком-то нет. Но полное торжество социализма, такое, какое он предвещал в Италии, поскольку там социалистическое движение получило широкое развитие. Но мы знаем, что в другой стране это движение победило. И мы с вами все, так сказать, не знаю уж, продукты торжества этой идеи в той или иной форме, сами того не осознавая или осознавая. Прогноз его не подтвердился. К счастью для Италии и к несчастью для нас, может быть. Но, короче говоря, как бы там ни было, он предлагал в своей работе «Психология социализма» проделать такой эксперимент. Вот он говорил, что социалисты говорят, что неправильно поделены современные богатства, надо их перераспределить, и тогда все будет замечательно. Ну давайте, говорил он, проделаем такую вещь. И что произойдет через некоторое время? Допустим, что все будут более-менее поровну обладать национальным богатством. И дальше что будет? А дальше произойдет все очень просто. Дальше те, кто поэнергичней, потрудолюбивей, поумнее и так далее, они, естественно, через некоторое время будут обладать тем, чем обладают те, кто ленив, пьет, принимает алкогольные напитки, так сказать, и расслабляется часто. И все равно через некоторое время богатства одних перейдут в руки других, и все вернется на круги своя. Так стоит ли стараться, говорил он? Надо ли напрягаться и это перераспределять? Если все равно через некоторое время все это снова вернется к исходному состоянию. Только в лучшем случае это будет бесполезно, а в худшем случае вредно. Потому что это само перераспределение приведет ко всякому роду катаклизму. Некоторые утверждают, что работа Либона «Психологические законы эволюции народов» она произвела определенное впечатление на Ленина. Но я уж не знаю, я не проверял этого. В целом, проблемы, поставленные Либоном, важны. Он поставил проблему психического заражения, внушаемости, анонимности человека толпы. И, к сожалению, некоторые его констатации подтвердились в 20 веке. Но Либон был довольно поверхностным таким аналитиком. Он повторял все время на разные лады одни и те же мысли. Его работы носят такой полупублицистический характер. Он не обоснованно уподоблял толпу, точнее уподоблял всякую массу толпе. Всякие большие группы социальные, такие как классы, партии. Для него это тоже все проявление толпы. Поэтому Тарта, о котором я сейчас буду говорить, полемизировал с Либоном и говорил, что не прав Либон, говоря, что наша эра это эра толпы. Наша эра это, прежде всего, эра публики. Об этом я скажу позднее, что он имел в виду. Ну и кроме того, одностороннее, конечно, истолкование толпы только как разрушительной иррациональной массы. Только как разрушительной иррациональной силы. В общем-то, известно, что все зависит от того, какая программа объединила людей в толпу. Достаточно сопоставить толпы, созываемые, объединяемые экстремистскими всякого рода социальными движениями. И толпы, объединяемые вполне умеренными или либеральными движениями. Чтобы увидеть, что далеко не всякая толпа носит такой, ее поведение носит такой разнузданный и агрессивный характер. Все зависит от того, какая программа собрала людей в толпу. Если это сборище экстремистов, психопатов и так далее, это одно. Если это сборище людей с более-менее устойчивой психикой и нормальной социальной программой, то это проявляется и в ее поведении. Хотя, действительно, поведение индивида в толпе испытывает определенные метаморфозы в сопоставлении с тем, как если бы индивид был не в толпе. Но, тем не менее, нет оснований говорить о том, что толпа всегда вот так уж иррационально, разрушительно и агрессивно. И это показывают многие исследования толпы. Надо сказать, что многие социальные мыслители старались, обращали тогда внимание на рубеже 19-20 веков на такие процессы, как заражение, внушение и подражание. Рассматривая заражение, внушение и подражание как, в свою роду, микроединицу социальных отношений. Как некую клетку этих отношений или атом, если угодно. Причем одни приписывали основную роль заражению, другие – внушению, как Либон, например. Ну, а третьи – подражанию. И вот Тарт, Габриэль Тарт, известный французский социолог, криминолог и психолог, как раз и приписывал основную роль подражания. Истоки, вообще говоря, интереса к этим явлениям, заражения, внушения и подражания, во-первых, связаны с исследованиями гипноза, о которых я уже говорил, которые были тогда очень в моде, очень модными. Во-вторых, исследованиями подражания у детей, которые тогда тоже были довольно распространены. В то же время и появился ряд исследований, посвященных обычаю, моде, моде и панике. Причем надо сказать, что все эти три явления – подражание, внушение и заражение – рассматривались по-разному. Одни рассматривали подражание, как разновидность заражения. Другие, наоборот, заражение рассматривали, как разновидность подражания. Ну, вот, как я уже сказал, ведущую роль подражанию приписывал Габриэль Тарт. Годы его жизни – 1843-1904. Надо сказать, что Тарт не был университетской фигурой. Он работал судьей в провинциальном городке Сорла. Я, кстати, этой весной был недалеко от этого городка. Правда, туда не удалось заехать. И он, будучи вот судьей, он посылал статьи в парижские журналы. И постепенно эти статьи привлекли внимание, как говорится, научной общественности, или, как сказал бы так, публики. И затем он стал работать в Министерстве юстиции, занимаясь криминальной статистикой. А уже в самые последние годы жизни он занялся, собственно, университетской деятельностью. И вот как раз при этом он был довольно плодовитым автором. И мы находим у него немало чисто криминологических трудов, основанных на статистических исследованиях, которые он проводил, работая в Министерстве. И чисто теоретические работы, и даже философские труды. И фигурой он был весьма-весьма влиятельной. Основные его работы, многие из них есть в русском переводе, потому что в России он был чрезвычайно популярным. Я помню еще в студенческие годы я читал старый журнал «Вопросы философии и психологии». И один из номеров был посвящен как раз смерти Тарга, и там Московское общество психологов устроило специальное заседание, посвященное этому событию, то есть смерти Тарга в 1904 году. И тогда известный такой доктор Баженов выступил с речью, и я помню, эта речь произвела на меня впечатление, он говорил в этой речи примерно следующее, что вот ученые бывают двух видов. Одни это своего рода как рабы при строительстве египетских пирамид. Они таскают камни там, глыбы эти. Но вот есть некие, значит, ученые, которые восходят по этим глыбам на вершину этих пирамид, для того, чтобы указывать путь всем остальным, как, значит, надо трудиться дальше. И вот Тарт – это как раз вот такая фигура. Вообще он, надо сказать, в России был весьма-весьма популярен. Что связано было с популярностью вообще идей психологизма в русской социологии. Но это в скобках. Итак, основные работы Тарга, повторяя, они есть в русских переводах. И в последние годы их переиздавали тоже, эти старые переводы. Это законы подражания, социальная логика, социальные законы, общественное мнение и толпа. Экономическая психология, кстати, любопытная двухтомная работа, не переведенная на русский язык, она еще ждет, я думаю, своих исследователей. И думаю, что не без пользы была бы прочитана современными маркетологами. Тарт тоже испытал влияние итальянской криминологической школы, но в отличие от представителей этой школы он преступность выводил не из расовых или антропологических наследственных факторов, а из социально-психологических факторов. Прежде всего Тарт был социальным номиналистом. Он подчеркивал, что общество – это совокупность индивидов, и полемизировал с Дюргеймом, а Дюргейм, соответственно, с ним, по поводу того, что общество является ли оно особой сущностью, или же это все-таки оно сводится к совокупности индивидов, которое это общество образует. Возражая Дюргейму, он говорил, можно ли представить себе университет, который бы существовал без профессоров, студентов и так далее. Что это за фикция такая – общество без индивидов, так сказать, как особая сущность. В целом интересно, что Тарт заменяет эволюционный подход аналитическим. И он не стремится уже выяснять, что раньше, что позже, что из чего выросло и так далее. С точки зрения Тарда существует различие между законами общества и законами истории. Социология их ошибочно смешивает. Законы общества – это законы воспроизведения явлений. А законы истории – это законы развития явлений. Это разные категории законов. Кстати, интересно сопоставить это с идеями Поппера, который критикует всех, начиная от Платона и кончая Марксом, и тем же Спенсером, за то, что они говорят о законах развития. Тарт как раз любопытным образом это разделял. И думаю, что Поппер, если бы обратил, может быть, внимание на это, был бы доволен. Согласно Тарду, социология, так сказать, интерсубъективной психологии или интерментальной психологии, которая отличается от индивидуальной психологии или интерсубъективной или интерментальной. Социология, собственно, должна ответить на два вопроса. Что составляет причину изобретений, успешных инициатив? Почему именно эти, а не другие инициативы вызвали подражание? Почему среди множества примеров, которые не нашли подражания, именно эти получили предпочтение? Иными словами, главный вопрос – это каковы законы подражания? Тарт констатирует, я цитирую. Общество – это подражание, а подражание – это своего рода гипнотизм. Повторяю, он отрицает существование самостоятельных духовных сущностей, таких как групповое сознание. Душа толпы, кстати, это понятие Левона, душа толпы, которая существует как нечто автономное по отношению к индивидуальным участникам толпы. Все это он отвергает. Элементарное социальное отношение по Тарду – это передача или попытка передачи верования или желания. Главный фактор социальной жизни, как я уже сказал по Тарду, это подражание. Но чему люди подражают? Они подражают нововведением или, как он говорит, изобретением. Собственно, нововведение, изобретение – это продукты индивидуального творчества. Поэтому именно индивиды воплощают прогресс, они являются источником прогресса. Ну а подражание – это способ распространения изобретений или нововведений. Они, эти изобретения, распространяются подобно концентрическим кругам, исходящим из некоего центра. Подобно тому, как от брошенного в воду камня распространяются волны в разные стороны, так и от изобретения в разные стороны расходятся волны подражания. Каждая волна подражания распространяется до тех пор, что пока не натыкается на встречную волну подражания из другого центра. Подражание в форме обычая сменяется подражанием в форме моды. Соответственно, различаются эпохи традиционалистские и модные. И Тарт, кстати, внес большой вклад в исследование обычаев и моды, и понимание, в общем-то, соотносимости этих категорий, которое было утрачено, и до сих пор не все это понимают, а это идет еще от Адама Смита. Поскольку мне пришлось заниматься и обычаями, и модой, то они мне помогли во многом в понимании этих явлений работы Тарта. Не потому, что я стал Тардианцем каким-то, но просто действительно любопытные некоторые идеи оказались весьма полезными, на мой взгляд. Согласно Тарду, в эпохе, когда господствуют обычаи, тогда люди склонны подражать своему и прошлому. В эпохе, когда господствует мода, это люди склонны подражать чужому и современному. Эти эпохи являются существенно, как он писал, экстерриториальными. Другое дело, что, конечно, он подражание не понимал широко и рассматривает для него не подражание, это механизм интериоризации модных стандартов или обычаев, а наоборот, обычаи и моды – это разновидности подражания, что, конечно, проблематично. Интересно, что подражание для Тарда – это объяснительный принцип, но само оно как бы не нуждается в объяснении. Это некое совершенно очевидное явление, которое существует как раз как гипноз. парадокс – это копирование, повторение. Поэтому парадокс, между прочим, обращаю ваше внимание, что, хотя Тарт выдвинул подражание в качестве основного принципа социальной жизни, в исследованиях самого подражания он не внес никакого вклада. Поэтому я с этим столкнулся, когда я писал статью «Подражание в философский энциклопедический словарь» когда-то. И когда я приступил к изучению литературы, я увидел, что на самом деле ничего Тарда почерпнуть на эту тему невозможно. И некоторые мои коллеги, когда они тоже так думали, они говорили, «Ну, ты пишешь про подражание, значит, ты, наверное, используешь Тарда». А я им говорю, «Да вот ничего подобного». Потому что, повторяю, для него подражание – это есть некий объяснительный принцип, не нуждающийся в объяснении, и он не проблематизировал никак сам этот феномен. Поэтому в исследование подражания он не внес, повторяя, никакого вклада. Парадокс такой. И современные исследования подражания не имеют в теории Тарда ничего общего. Надо сказать, что теория Тарда носит дедуктивный характер, но он придавал большое значение эмпирическим статистическим методам. Я не буду на этом специально останавливаться. Я остановлюсь лишь на его теоретическом анализе общественного мнения толпы и публики. Вот это весьма важно, потому что Тарт был, как я уже сказал, противником Либона. И он критиковал его взгляды и утверждал, что наша эра – это не эра толпы, как говорит Либон, а это эра публики или публик, что не то же самое. Что такое публика по Тарду? Это для него очень важная категория. Публика, в отличие от толпы. В общем, толпу-то он примерно анализировал в тех же терминах, что и Либон. А вот публика, в отличие от толпы, это чисто духовная общность, где индивиды физически рассеяны. Для публики характерна не столько эмоциональная, сколько интеллектуальная общность. И в основе этой интеллектуальной общности лежит общность мнений. Публика по Тарду – это продукт нового времени. Если толпа существовала всегда и везде в истории, то публика возникает только в новое время. В начале она формируется в салонах и клубах 18 века. А вот в настоящей публике возникает чтение газет. Ну и вот Тарк был первым человеком, который указал, по-настоящему акцентировал и проанализировал влияние средств массовой коммуникации. Тогда, конечно, телевизора не было, интернета не было и радио тоже практически еще не было. Но газеты уже были. И вот он обратил внимание на то, что за феномен газета как социальный факт. Потому что читатели одной газеты образуют некую единую публику. И как писал Тарк – ужасное явление, говорят, человек – читатель одной лишь книги. Но еще более страшное явление – человек – читатель одной газеты. И в этом смысле он обратил внимание на те колоссальные возможности манипулирования общественным мнением, особенно в закрытых тоталитарных обществах, где если человеку промывать мозги каждый день долго и нудно на протяжении нескольких десятилетий, то мы получаем, в общем, определенный совершенно продукт. И с этим продуктом пройдут еще десятилетия и столетия, прежде чем продукт такого промывания мозгов придет в некую норму. Представим себе, что огромная страна читала на протяжении многих десятилетий одну газету «Правда». И тогда картина современного состояния наших умов станет более ясной. Не потому что люди там плохие или глупые и так далее. Просто если очень долго обрабатывать человека изо дня в день в миллионах экземпляров, то он поверит во все, что угодно. Что есть люди с рогами, что Сталин знает много языков. Все языки мира, например, когда я был маленьким, все взрослые серьезные люди утверждали, что Сталин может говорить на любом иностранном языке. Может человек в здравом уме представить такую вещь. А ведь могли же, серьезные люди утверждали, что он знает все иностранные языки. И нам сегодня трудно в это поверить. Но это же было, поскольку не было никаких других источников информации. И гений всех времен и народов подавался именно в таком виде. И я сам, я помню, я воспринимал это все именно в таком виде. Поэтому вот значение Тарга в этом смысле чрезвычайно велико, поскольку он, повторяю, обратил внимание на колоссальное значение средств массовой коммуникации как социальный факт. Плюс к этому он подчеркивал значение средств транспорта и тому подобное. Средства коммуникации, средства общения, значение массовых и межличностных коммуникаций. При этом так подчеркивал множественность видов публики. То есть в каждом виде деятельности образуется своя специфическая публика. И это тоже очень важно и нужно. Поэтому и не зря сегодня мы наблюдаем эту множественность видов публики, которые часто не пересекаются друг с другом. Поэтому не зря кто-то сказал, что поэтому часто футболисты не понимают, зачем существуют скрипачи, а скрипачи не понимают, зачем существуют футболисты. Потому что они живут как бы в разных мирах, находясь совсем рядом иногда. Тарт внес большой вклад и в изучение общественного мнения. Это был, поскольку публика по Тарту это как раз среда, в которой формируется общественное мнение. Не толпа, а именно публик. Тарт оказал существенное влияние на развитие социологии. Он оказал влияние на Джеймса Болдуина, известного американского социолога и социального психолога. На Эдварда Росса и многих других социологов. Он внес вклад в развитие экономической психологии, о чем я упомянул. Вообще он оказал влияние на целые отрасли социологии и социальную психологию в целом. Хотя любопытно, как это часто бывает, его основной объясняющий принцип как раз не имел никакого значения. И тот факт, что он уделял, приписывал главную роль подражанию в социальной жизни, это как раз весьма сомнительно и проблематично. Потому что само понятие подражания, оно туманно и туда входят совершенно разные явления, на что указывали его критики. Теперь я перехожу к последнему пункту нашей сегодняшней темы, а именно к зарождению интеракционизма. Суть интеракционистской ориентации в социологии достаточно очевидна. И это видно уже из самого обозначения, из самого термина. В центре внимания здесь находится взаимодействие индивидов, то есть интеракция. При этом не индивидов вообще, а индивидов как социальных существ, которые представляют определенные социальные группы, выполняют определенные социальные роли. Интересно, что это направление, в отличие от многих других, делало акцент не на противопоставлении общества и индивида. Оно сосредоточилось на понимании того, как происходит взаимопроникновение этих сущностей. Как социальное становится личным и наоборот, как индивидуальное экстериализируется и становится социальным. Вот это очень важный момент. И особое внимание представители этого направления уделяли символическим аспектам взаимодействия. Особенно языку и тому подобное. Поскольку, как говорил Эмс Кассирер, человек – это животное символическое, о чем я говорил в начале. И вот в психологии большое существенное влияние на развитие этих представлений о межиндивидуальном взаимодействии оказал Уильям Джеймс, известный философ и психолог, выдающийся ученый. Здесь важную роль сыграло его выделение трех элементов «Я». Джеймс выделял три элемента «Я». Кстати, он был родным братом известного писателя Генри Джеймса. Кстати, есть его в русском переводе романы. Так вот, Уильям Джеймс выделял три элемента «Я». Это материальное «Я». Сюда относятся тело человека, одежда, семья, собственность и так далее. Второе – это социальное «Я». То есть признание индивида со стороны окружающих. Социальное «Я». Первое – материальное «Я», второе – социальное «Я». То есть признание индивида со стороны окружающих. Ну и поскольку социальная среда неоднородна, то, по Джеймсу, у человека столько социальных «Я», сколько существует групп, социальных групп, мнением которых человек дорожит. У него может быть много социальных «Я». Ну и наконец третье – это духовное «Я». То есть совокупность психических свойств, способностей, склонностей, личностей. То, что обычно под «Я» и понимается. Вот интересно. И здесь важное значение имело то, что Джеймс включил в структуру личности, в структуру ее самосознания и социальные моменты. Интересно, что он ставит рядом материальное, социальное и духовное «Я». Помню, когда я был студентом, у нас на лекциях по психологии наш профессор говорил, «Вот видите, какой, что значит буржуазный психолог?» Он собственность и ставит на одно место, на один уровень, на одну доску с самосознанием, со способностями, склонностями личности. Это идеолог буржуазии. Но на самом деле все не так просто. Потому что собственность здесь имеет значение как то, что человек идентифицирует себя с чем-то. Эта собственность может быть любой. Это может быть какая-нибудь фотография или какой-нибудь стул старый, может быть сломанный. Но у которого, если человек связывает с этим стулом, с этой собственностью, какие-то дорогие для него воспоминания, то тогда это превращается в элемент «Я». Потому что что такое «Я»? «Я» это не то, что под кожей человека. «Я» это то, что и вокруг него, что его окружает, и с чем человек себя идентифицирует. Будь то вещи, будь то даже и капитал, будь то люди, с которыми он себя идентифицирует. И так было всегда, и в античности, и сегодня. И не случайно поэтому маршал МакЛеон, известный канадский социолог, который внес большой вклад в понимание многих процессов сегодняшних, говорил, что одежда и дом – это продолжение нашей кожи. И это очень точно сказано. И это продолжает эту мысль Уильяма Джеймса. И вот это представление оказало серьезное влияние на дальнейшие представления о социальном взаимодействии и межиндивидуальном взаимодействии. В частности, это повлияло на теории известного американского социолога Чарльза Кули. Кули. Годы жизни Кули 1864-1929. Я не буду останавливаться долго на всякого рода более или менее известных и не очень специфичных для Кули идеях. Отмечу только, что он испытал, с одной стороны, влияние социологов, таких как и Спенсер, и Конт, и Шефле, и другие, и называл свой взгляд на общество органическим, хотя и не в ином смысле, чем это понимали органицисты. А с другой стороны, он испытал влияние литераторов, эссеистов, таких как Генри Торо, автор известной книги «Волден» или «Жизнь в лесу», который сам прожил в лесу два года, чтобы проникнуться, так сказать, духом природы. И Ральфа Эмерсона также испытал влияние Гёте. Кули утверждал, что социология – это художественная наука. Я остановлюсь только на тех понятиях, которыми Кули вошел в историю социологии. Это прежде всего понятие «Я», понятие зеркального «Я» и понятие первичный и вторичный круг. Наверное, вам известных. Я просто кратко тогда это характеризую. Зеркальное «Я» по Кули. По Кули, он выдвигает в работе человеческой природы и социальный порядок очень важное понятие зеркального или отраженного «Я». и выделяет три основных элемента этого зеркального «Я». Это, во-первых, представление о том, какими мы кажемся другим индивидам. Так? Или другому индивиду. Второе – это представление о его оценке. Вот этой кажемости. Наше представление о его оценке. И третье – это самооценка и самоуважение, которые в значительной мере базируются на первых двух элементах. Вот этот тезис о социальной природе «Я» и его зависимости от социального взаимодействия сыграл очень важную роль в понимании социального и междуиндивидуального взаимодействия. Ну и второе – это вклад Кули состоит в том, что он разработал понятие первичных и вторичных групп, которые сегодня продолжают присутствовать в понятийном аппарате социологии. Первичные группы по Кули – это для них характерно объединение лицом индивидов лицом к лицу, прямое сотрудничество и прямой конфликт, относительно свободная игра чувств и личностных проявлений. К числу первичных групп относятся семья, игровые группы, близкие соседи. И вот Кули подчеркивал вездесущность первичных групп и их важнейшее значение во всей социальной организации. Потому что именно через эти первичные группы индивид усваивает идеалы, верования, социальные нормы и так далее. Не просто из социальной среды, как говорили раньше социологи, вот она влияет. А он показал, что есть вот эти первичные группы – это тот мост или, если угодно, именно тот канал, через который все эти социальные влияния и происходят. Надо сказать, что эта концепция первичных и вторичных групп показала большое влияние и на представление о неформальных группах, и на представление, на известную теорию, разработанную Лазерсфельдом и Кадзем о двухступенчатом характере распространения информации. Потому что в теории коммуникации считалось долгое время, что информация от коммуникатора к реципиенту происходит таким образом, что прямо она поступает к нему и таким образом имеет место влияние коммуникатора на реципиентах. Теория двухступенчатого распространения информации говорит о том, что информация проходит два уровня или две ступени. Сначала она поступает к так называемым лидерам мнения или в терминологии кули – первичные группы индивида, а второй уже этап, вторая ступень – от них, будучи отфильтрованной, если угодно, она уже поступает к индивиду, и именно через них она влияет. Даже если она поступает, то она и непосредственно даже, но оценки сами, они зависят от того, как оценивается то или иное явление в непосредственном окружении индивида и его лидерами общественного мнения в данной среде. Впоследствии, правда, в проблемной области распространения и усвоения инноваций было показано, что коммуникация на самом деле носит многоступенчатый характер, но это отдельный разговор. Из вторичных групп Кули наибольшее внимание уделял классам и кастам и подчеркивал, что в каждом обществе есть элементы и классовые, и кастовые в том или ином соотношении. Это тоже, кстати, важная идея, по-моему, для понимания социальной стратификации даже в современных обществах. Ну и, наконец, последняя фигура в этом ряду, это Уильям Томас, известный американский социолог. Годы его жизни 1863-1947. Это очень влиятельная фигура в мировой социологии. Он получил образование и в США, и в Европе, и работал в Чикагском университете, и был одним из первых представителей Чикагской школы, первого поколения чикагцев, так сказать. Основные работы Кули, самая известная, знаменитая работа, то есть, извините, Томаса, самая знаменитая, это его исследование, осуществленное совместно с Флорианом Знанецким, польский крестьянин в Европе и в Америке. Пять томов, которые появились в 1918-1921 годах. Это классическое исследование, о котором я еще скажу. Из известных работ также можно назвать его исследование 1923 года «Неприспособленная девушка» и работа «Ребенок в Америке», написанная в соавторстве с его женой, дорогим Томасом. Основное понятие социологической теории Томаса, это понятие социальной ситуации. Социальная ситуация по Томасу включает в себя три элемента. Во-первых, это объективные условия, среди которых он выделял, в первую очередь, социальные нормы и ценности. Во-вторых, это установки индивида и группы. И в-третьих, это определение ситуации действующим лицом. Вот этот третий элемент по Томасу очень особенно важен как детерминанта поведения индивидов. И вот в этой самой работе «Польский крестьянин в Европе и в Америке» Томас обратился прежде всего к анализу второго и третьего компонентов. Определение ситуации – это ключевое понятие, характерное для Томаса. И он посредством этого понятия хочет подчеркнуть, что ситуация влияет на поведение индивида не непосредственно, а через то, как индивид определяет эту ситуацию и себя в этой ситуации. Очень важный момент. Ну и отсюда известный постулат, который получил название «Теоремы Томаса в последствии», и который выглядит так. И если ситуация определяется как реальная, то она реально по своим последствиям. Теорема Томаса. Еще пять минут и мы эту тему завершим, я не хочу на следующее тысячелетие оставлять эту тему, простимся с ней в этом. Согласно Томасу, если определение ситуации индивидам не совпадает с групповыми ценностями, то возникают социальные конфликты, дезинтеграция и отсюда многие социальные проблемы, если, повторяю, определение ситуации самим индивидам не совпадает с групповыми ценностями. Решая вопрос о движущих силах поведения человека, Томас под влиянием, в частности, Фрейда выдвигает так называемую теорию четырех основных желаний человека или как она называется, просто теория четырех желаний Томаса. Четыре основных желания, которые служат основанием поведения человека по Томасу, это желание нового опыта, желание безопасности, желание признания и желание господства. Вот все эти четыре, я говорил уже о том, что многие социологи любили классифицировать основные человеческие потребности, желания и тому подобное, вот эта теория Томаса получила наиболее широкую известность. Нового опыта безопасности признания господства. Совместно с Сознанецким Томас разработал типологию личностей по особенностям их адаптации к социальной среде и вот он выделил три таких типа, это мещанский тип, который ориентирован на традиционный, для которого характерны традиционные установки, богемный тип, которому свойственны нестойкие и несвязанные установки и высокая степень приспособляемости. Ну и наконец, творческий тип и развитие социальной жизни и культуры определяется как раз вот этим третьим типом, типом личностей, которые способны на изобретение и нововведение. Надо сказать, что в работах Томаса был осуществлен переход американской социологии к эмпирическим исследованиям и особенно важное значение имело то, что Томас и Знанецкий применили впервые в таком большом масштабе метод анализа личных документов, то есть писем, дневников, специально написанных архобиографий. Вот в этой самой работе польский крестьянин в Европе и в Америке. Кстати, сегодня, когда так много пишут о качественных методах, так как будто это появилось сегодня, забывают о том, что давным-давно этот метод, такого рода методы классической социологии использовались в частности Томасом и Знанецким. Это основной методологический инструмент их анализа в этой работе. Другое дело, там отдельно можно говорить, как он был использован. Там есть масса нюансов, я сейчас не могу на них останавливаться. Вот это применение метода анализа личных документов, так же, как и понятие определения ситуации, сыграли важную роль в развитии социологического познания. Теперь я подведу итоги и сделаю некоторые выводы по поводу сегодняшней нашей темы. Значит, в рамках психологического направления осуществлялся анализ общественного, группового, массового сознания, осуществлялся анализ взаимодействия между индивидами, между индивидами и социальной средой. Исследовались такие процессы и механизмы группового и межличностного взаимодействия, как заражение, внушение, подражание. Осмысливались и анализировались такие виды массовых сообществ, как толпа и публика. Было положено начало исследования общественного мнения и массовых коммуникаций. Важное значение имел и отказ определенный от биологизма в трактовке социальных процессов. И тот факт, что психологическим механизмам уделялся все больше, уделял все больше внимания, безусловно, носил положительный характер. И хотя антипсихологизм сыграл важную роль в становлении социологии как самостоятельной науки, но в принципе, если трезво смотреть на эти вещи, то нужно понимать, что избавиться от психологизма полностью еще никогда никому не удавалось, да это и не нужно. Ну и наконец в рамках этого направления родилась новая дисциплина, которая называется социальная психология, которая правда в дальнейшем тяготела то к социологии, то к психологии вследствие своего промежуточного состояния. Потому что по выражению Гордона Уолпорта, известного американского социального психолога, существует две социальные психологии. Социальная социальная психология и психологическая социальная психология. Так вот, и та и другая, конечно, были очень важны для собственности социологии. И как бы там ни ставились неживые столбы, между ними и границы устанавливались, тем не менее ясно, что сотрудничество и взаимодействие между этими дисциплинами плодотворно. И это все было чрезвычайно интересным и важным. Но у истоков этой науки находилось как раз психологическое направление в социологии. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, то я поздравляю вас с приближающимся Новым годом, столетием, тысячелетиям. И желаю, чтобы и то, и другое, и третье для вас были счастливыми и чтобы вас сопровождала удача. Счастливо. Спасибо.